всем привет ну вот и начали самые приятные сборы это сборы на отдых и покажу вам сейчас что я беру с собой из ухода и декоративки ну и начну солнцезащитных средств они все сейчас перед вами и давайте начнем по порядку spf 50 почему-то у нас в каталоге представлен только для лица а в первые дни он как раз нужен для того чтобы наносить на тело на плечи на нос то есть на такие выступающие участки которые больше всего попадают под солнце и почему-то faberlic не позаботился о том чтобы это было в большом объеме но на самом деле мне и не нужен особо большой объем поскольку это нужно на первые два дня 50 миллилитров хватит и несмотря на то что он для лица он сто процентов подойдет для тела и конечно я его беру кстати все складываю в нашу косметичку органайзер вместе органайзер и косметичка поэтому использую и то и другое следующая солнце защитный крем опять же для лица с spf 30 для тела у нас почему-то тоже нет только детский но на детский крем с spf 30 у моего ребенка была аллергия то есть я наношу его вроде все нормально выходит на солнце и кожа такая становится покрасневшая бугристая у меня с дочерью всех в порядке было с нанесением детского крема у ребенка у его основного пользователя вы вызвали аллергия поэтому купила сейчас именно для лица тоже это будет на следующие пару дней то есть дней 5 я буду пользоваться именно солнцезащитными для лица следующий spf 20 это я покупала еще в прошлом году и так и не начала использовать я не знаю что это за средство 120 миллилитров но у меня такое же было 40 и прекрасно все работало поэтому беру обязательно с собой следующее это конечно самый ходовой spf это spf 15 объем хороший здесь 200 миллилитров и это уже буду использовать до конца своего отпуска взяла также для лица spf 15 не знаю на всякий случай ну и даже если не хватит меня для тела spf 15 буду использовать это ну а на лицо посмотрим может буду может быть и не буду ну и обязательное средство это молочко после загара мне всегда хватает такого средства на один отпуск и даже иногда остается поэтому один один флакончик взяла ну и что еще я взяла взяла я восстанавливающий активный спрей буду использовать активно поскольку жара солнце мне кажется он не точно пригодится взяла сейчас по акции каталога дальше крем восстанавливающий с аргинином как его не взять если он прекрасно заживляет ранки солнечные ожоги ну и солнечные ожоги прекрасно снимает кислородный бальзам это когда ты вечером сгоришь и ходишь как рак не прикоснуться намажешь кислородным бальзамом и на утро как не бывало просто вот этих ожогов ну и переходим к уходу конечно я беру двухвазную жидкость поскольку тушь у меня будет водостойкой использоваться и никуда без без двухвазки мне не деться здесь на самом деле осталось чуть-чуть может быть даже я и не повезу ее обратно для умывания я беру гель вербена у меня здесь тоже его осталось немного когда я поняла что его остается чуть-чуть я его отставила в сторону умываю с другими средствами для того чтобы тоже взять с собой чуть-чуть там допользовать и возможно выбросить а возможно и останется тогда конечно привезу домой мне он очень нравится следующее что я беру так дезодорант для крем обожаю просто этот аромат у меня есть еще мятный я подумаю то ли розовый взять то ли мятный я девочки еще честно говоря не определилась качестве тоника я беру гидролат ромашки я уже вам показывала обзор на эту продукцию мне присылали ее на обзор и в качестве тоника я беру вот этот гидролат на него нейтральный запах кстати вот гидролат с ароматом розы который у меня использую сейчас на вечер он какую-то дает неприятную нотку после использования я мне приходится умываться для рук конечно же беру крем соленая вода пересушенные руки ничего хорошего поэтому крем обязательно беру для ног я беру крем бальзам точнее для усталых ног это просто незаменимое средство в отпуске жара тоже песок ноги горят вечером поэтому он у меня как палочка-выручалочка для тела что у меня для тела у меня беру с собой киви авокадо не очень не нравится запах и консистенция но надо когда-то использовать и поэтому забираю с собой в что пригодится там поскольку там уже вариантов не будет это взять или то поэтому взяла ну на самом деле варианты у меня еще есть вот такие тоже все это беру несколько у меня есть пробничков кремов для тела очень удобный формат вот таких пробников брать с собой и место занимают мало вот это тоже надо лишнюю упаковку всегда убираю выбрасываю ну и лекситан тоже какой-то крем для тела вот это все обязательно возьму еще нашла представляете крем для рук увлажняющий он уже просрочился но я сейчас вскрыла одну упаковочку и абсолютно нормальный крем сохранился крем для рук увлажняющий вот таких несколько здесь саше тоже их возьму упаковку выбрасываем и буду пользоваться на одно применение там крема следующее что я беру это масочки я беру две упаковки патчей еще я возьму патч у меня есть корейские патчи но они в большой банке круглой я отложу их обязательно и возьму я не за дочь у меня еще пользуются ну вот получается здесь две пары и еще штук десять пар возьму с собой поскольку за лицом нужно ухаживать и солнце на него воздействует и морская вода поэтому беру масочку взяла честно говоря на небольших надежд надежд не возлагаю но возможно используя это это маски всем не дарили я не знаю даже к какой у них действия не я не пробовала но решила взять с собой и там попробовать ну конечно же беру свою любимую маску и вот эту я купила сама какая-то корейская маска купил ее в золотом яблоке и тоже буду пробовать следующее что у меня с собой будет это влажные салфетки для снятия макияжа это я беру для себя для того чтобы смывать макияж и не хочу брать лишнюю бутылку с мицелляркой я хочу взять вот эти салфетки 15 штук на 14 дней будет достаточно одной салфетки будет прекрасно мне хватать на одну применение поскольку особо я на отдыхе не крашусь и одной салфеточкой сниму макияж а потом умоюсь вербины а вот эти салфетки я возьму для дочери они пригодятся ею допустим если мы куда-то выйдем надо будет протереть лицо чтобы не руками не не пыльными то не по пыльному лицу вот эти матирующие салфетки ей прекрасно подойдут дальше я сейчас это отодвину что же я беру для лица для лица я беру вот такие spf 50 это тоже два пробничка ларош пазе подружка мне подарила по 3 миллилитра здесь на первые пару-тройку дней будет достаточно чтобы нанести дальше для губ я беру бальзам лимонная монпасье мне кажется он уже тут заканчивается возможно еще возьму такой же вишневый у меня еще есть с вишневым ароматом вокруг глаз я беру пробник геля шанель решила вообще в этот отпуск поменять немножко свой уход и полностью беру все шанель потому что последние подозрения что что-то надо поменять ненадолго мне привели к тому что нужно взять вот эти пробники тем более что они легкие удобные хватает их как раз на отпуск и беру у меня здесь сыворотка гель-крем микрокрем какой-то каждый по 5 миллилитров 15 метров я думаю что я даже привезу а вот это я все-таки отношу к декоративной косметики это сиси крем это здесь также есть spf 50 и он прекрасно подходит для лета у него достаточно плотное покрытие вся пигментация которая у меня на 1 после первого же выхода на солнце проявится о ее и как вот это все будет прекрасно перекрывать этот сиси крем я уже его хвалила у него очень приятный аромат просто невозможно приятный аромат есть конечно нотка spf spf здесь 50 то есть невозможно без вот этого запаха spf здесь обойтись но отдушка настолько приятное что перекрывает неприятные вот эти ноты следующее что покажу вам это давайте покажу для волос поскольку шампуни отель предоставляет а кондиционеры я не уверена будут или нет я беру с собой 4 вот таких саше кондиционеры именно для волос себе и дочери особо мы там ими конечно не пользуемся поскольку волосы постоянно мокрые и они смываются тут же ну четыре штучки возьму пускай с собой будут ну и переходим так вот еще что из ухода я беру конечно же зубную нить это к уходу не относится но покажу очень удобно что у нас продаются вот такие пробники порошков я всегда беру с собой для того чтобы постирать вещи белые вещи я беру с собой для каждого члена семьи они конечно же бывают пачкаются после первой же носки поэтому порошочки всегда с собой есть и хорошо что они вот такие маленькие никуда пересыпать не нужно ничего в чемодане не просыпется берешь два и хватает на весь отпуск ну и теперь переходим к декоративке начнем с того что я беру для ногтей на самом деле этого очень много но поскольку цвета совершенно разные скорее всего возьму все на руках я ногти красить вряд ли буду поскольку все время в воде и никакой лак вообще кроме гель-лака не выдерживает но гель-лак я не делаю я крашу обычными лаками и вот такая у меня подборочка все лаки летние все лаки красиво на загорелой кожи буду делать с этими лаками педикюр это сушка для лака и беру с собой жидкость для снятия лака перелила ее в маленькую емкость мне будет этого достаточно здесь 12 миллилитров на отпуск на пару-тройку раз стереть хватит скорее всего вот этим я пару раз все-таки накрашу сейчас он у меня на ногтях лежал он у меня очень долго и не использовала нанесла понравилось теперь ношу его практически не снимая поэтому возьму с собой на всякий случай это будет для рук ну а вот эти четыре будут именно на ногах ну и теперь то чем я буду краситься из тональных средств это clorans clorans оттенок 110 хани матирующий тональный крем и он как раз темноватый для загорелой кожи ждал своего часа дождался теперь в качестве тона конечно же буду использовать этот сиси крем я его уже вам показывала следующая я взяла корректор корректор потемнее это троечка я его еще не использовала оттенок 6141 буду точечно на пудру уже наносить из пудры я беру 6115 матирующую пудру это средний оттенок по моему в ней и он мне думаю что подойдет также в качестве пудры а может быть и румян я буду использовать вот эту палетку я вам ее уже показывала эта серия секрет я ее использую как румяна в данный момент ну а вообще это пудра и думаю что когда под загоришь и будет очень даже хорошо ей пользоваться ну и еще я хочу взять пудру я честно говоря думаю что это уже многовато но выберу скорее всего не знаю вот в эту вот к этой пудре у меня конечно больше тянется рука она тоже темноватая это серии marie way 6179 очень красиво она лежит на лице и возможно все таки вот эту вот я брать не буду а возьму вот такое сочетание то есть я еще в раздумьях обязательно белу беру хайлайтер в прошлом году он так освежал лицо вот это немножко напряженная после солнца раскрасневшаяся мне понравился эффект на у меня был другой мне был из от марии вы тоже вот такая же у нас была палеточка хайлайтер пудра и бронзер но она мне не понравилось в целом как ей пользоваться неудобно поэтому я ее не повторяла хайлайтер придется взять отдельно возможно я возьму кстати жидкий хайлайтер сейчас покажу возможно вот этот возьму вместе со спонжиком чтобы наносить поскольку он полегче и занимает меньше места ну вот тоже да под под вопросом пока у меня дальше тени тени я беру тоже секрет 5621 и это оливковые тени обожаю просто сейчас ими пользоваться здесь есть и свежий такой светлый оттенок и цветной которым я хочу пользоваться и и пользуюсь уже не знаю сколько без перерыва также я беру вот эти яркие тени я в прошлом году их брала мне нравилось вечером отдых там немножко другая атмосфера и немножко другие средства хочется использовать поэтому возьму обязательно беру корректор для того чтобы замазывать синячки дальше что у меня точилка карандаш для бровей все то же самое чем я пользуюсь гель для бровей скорее всего возьму один на нас на нас дочери двоих дальше тушь я беру стей он это водостойкая тушь и беру ее для того чтобы в какие-то моменты выходить на море фотографироваться там и потом дальше чтобы спокойно купаться и ничего не растекалась ну а на вечернее применение может быть когда-нибудь накрашу тоже реснички беру fly lashes просто сейчас не могу от нее оторваться даже она у меня затмила пуша почему-то беру глиттеры вот эти все таки отпуск хочется чего-то яркого блестящего и буду наносить не только на века но и я проэкспериментировал получается очень красиво наносить на ресницы на кончике ресничек попробуйте рекомендую это у меня самый светлый оттенок 5342 ну и остались средства для губ обязательно беру вот этот блеск 44066 у него номер очень его люблю очень нежно полупрозрачно ложится так же как и вот этот несмотря на то что у него достаточно темный темная упаковка он очень нежно красиво ложится и я его беру видите он полупрозрачно таким каким-то глянцевым блеском ложится просто получается даже как водичкой губы покрыты но мне очень нравится как он лежит следующий тоже от мариевые возьму поярче персиковый оттенок 4725 это оттенок вам всем он нравится как выглядит у меня на губах на видео когда я с ним снимаю и обязательно уберу сладкую вату брать не буду поскольку я не люблю когда на загорелом лице на загорелой коже светлые оттенки на губах для меня это совершенно не это не нравится обязательно беру свою любимую помаду 4579 это вот такой я бы сказала коралл или оранжевый такой оттенок его можно нанести и поярче и поплотнее эта серия сияние в цвете обожаю просто эту серию дальше что я решила взять помаду потверже это миллион переливов видите как она наносится достаточно твердая такая помада у меня это оттенок 40 079 и беру ее потому что очень естественный такой натуральный у нее цвет блеск и очень хорошо сочетается с загаром ну и последнее много до набираю но настроение разное бывает беру розовую помаду и уже нет в каталоге это гелевая помада но она мне тоже нравится в отпуске видите у нее такой нежный нежный оттенок вроде что то есть на губах а вроде ничего и нет вот такие оттенки все примерно одинаковые но образ получается совершенно разный с ними ну вот и все что я хотела вам показать большое спасибо что посмотрели видео кто хочет покупать косметику фаберлик со скидкой 20 процентов добро пожаловать по ссылке под видео ну а с вами была марина соловьева до новых встреч всем пока